Студия 7 в эфире, с вами Артём Руденко. Сегодня говорим о том, как чувствуют себя во время пандемии местные производители продуктов, какие опасения не подтвердились, какие трудности испытывает отрасль, что ждать в ближайшее время на местном продуктовом рынке. Об этом сегодня говорим с председателем Координационного совета Ассоциации сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли Красноярского края Игорем Домниным. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Здравствуйте, Артём, и здравствуйте, телезрители. В первые дни пандемии коронавируса красноярцы массово закупались продуктами. Как это видится сейчас? На эту тему уже столько всего сказано. И сейчас, конечно, я, безусловно, буду отражать в первую очередь собственное мнение. Хотя, конечно, все мы общаемся с знакомыми, родственниками. И в нашем случае мы общаемся ещё и с покупателями. У нас достаточно широкая фактически сеть сбора информации. Это и социальные сети, это прямые обращения жителей, покупателей города и края к нам на сайт. Люди звонят, беспокоят, спрашиваются. И у нас есть прямая связь с нашими производителями, переработчиками. Я лично общаюсь с директорами, с собственниками наших предприятий. Поэтому, в принципе, могу судить о том, что происходит, и как на это реагируют как покупатели, так и участники отрасли. И, конечно же, сейчас понятно, что вот эта первая реакция, первая волна, которая была... Паника такая небольшая. Да, это в первую очередь стресс. Это стресс психологический, это стресс покупательский. А вот к чему вы считаете, должны были готовиться? Что на самом деле ожидать надо было? Ну, вопрос сейчас это очень сложный. И во многом риторический, потому что на него ответа даже сейчас нет. Очевидно, хотя определенные выводы уже можно делать. Очевидно, что в ситуации любого кризиса или любой ситуации, которую ты не ожидал, нужно иметь какой-то запас прочности. Речь идет о каких-то, хоть и небольших финансах, я сейчас говорю, о семье. Даже в каждой семье. Да, я сейчас говорю о домохозяйствах. И речь идет о каком-то базовом наборе продуктов питания, действительно актуальных, некий НЗ. Долгого хранения. Ну, безусловно. И я считаю, что как бы благополучно и сытно мы не жили, всегда может случиться какая-то ситуация. Там, я не знаю, электричество отключили. В нашей стране. Ход заблокировали, да. Мы должны быть опытными. И с точки зрения жизнеобеспечения и больше даже собственного психологического спокойствия, ну, важно иметь какой-то небольшой запас. Ну, например, тушенки. Наши родители долгое время и мои тоже, кстати, до сих пор хранят мешок риса, мешок муки и мешок сахара. И сейчас я понимаю, что не стоит над этим иронизировать, потому что это не сколько любовь к сахару. Это печальный опыт. Это способ справиться со стрессом и какую-то уверенность иметь в завтрашнем дне. На дворе коронавирус. На предприятиях, ассоциации какие-то меры, ну, понятно, что они какие-то принимаются. Это особые меры? Или это традиционная, как это сказать, ситуация, когда принимаются на продуктовых предприятиях какие-то... Ну, смотрите, любое пищевое производство – это всегда производство, где должна соблюдаться санитарно-гигиеническая и в том числе эпидемиологическая ситуация, потому что требования к чистоте производства, к качеству выпускаемой продукции, они существуют вне кризиса, во время кризиса и в пандемию тем более. Поэтому мы исходим из того, что любое пищевое предприятие Красноярского края, которое работает на рынке, готовые продукции, обязаны иметь строгие требования и их выполнять. Бессловно, сегодняшняя ситуация эпидемиологическая сформировала ряд дополнительных требований, и они все неукоснительно соблюдаются. Я сейчас не буду большие обзоры на эту тему рассказывать, высказывать. Скажу, что вчера, например, я был на Сибирской логистической компании, меня не впустили на территорию логистического центра, не в сам центр, а на территорию, пока я не предъявил маску. Причем охраннику все равно, кто ты, что ты. Вот предъявил маску, дальше я проехал по территории открытой на место стоянки, и при входе в административное здание меня попросили обработать руки, и я получил инструктаж. Это я к тому, что предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и даже вот эти оптово-логистические центры, логистические центры, они работают в режиме, ну, скажем так, повышенных требований, и могу с уверенностью сказать, что эти требования соблюдаются. Ну, то есть, говорить о том, что вы как-то отслеживаете, даже и не приходится. Мы это вот очень отслеживаем, достаточно надзорных органов, достаточно министерства сельского хозяйства и торговли, которые, ну, прямо вот в этот сложный период делают объезды предприятий и, безусловно, это контролируют. Мы сосредоточены не на этом как объединение, у нас несколько иные задачи, но мы прекрасно понимаем, в какой ситуации нам всем приходится работать, поэтому все относятся однозначно с пониманием к этому и стараются выполнять эти требования. Дефицит не сложился продуктов вот в связи с этим? Что-то, может быть, тяжело идет? Ну, смотрите, я предлагаю эту тему разделить на две. Есть, как бы, дефицит системный устойчивый, как понятие, но нам до него далеко, и я думаю, это абсолютно нам не грозит. А есть понятие дефицита, когда приходит покупатель и обнаружит пустую полку. Это может быть связано со сбоем так называемых мерчендайзеров, да, и системой выкладки товароведов, которые... Это может быть связано с резким перекосом спроса. Вот, это может быть связано с какими-то техническими сбоями у поставщика. Но это никоим образом не характеризует общую ситуацию, потому что я видел очень много, прямо в том числе в соцсетях, информации, когда вот, посмотрите, пустые полки. Даже одно время ходил такой ролик в Фейсбуке, когда в камеру наблюдения так называемый блогер... Сначала убирал, а потом снимал, и потом выставлял на место. Конечно, фотографировал, там постился. Что ничего не осталось. Панику-то сеют. Ну, конечно, может быть, у него и не было цели сеять панику, но это спекуляция на ситуацию. Хайпануть. Хайпануть, как сейчас модно говорят, повысить рейтинг и так далее. Конечно, это вещи недопустимые, это небезобидное и социально опасное поведение, но при этом, даже если этим не злоупотреблять, конечно, в период, когда вот люди в стрессе шли и скупали продукты, то временный вот этот вот дефицит, он, конечно же, был. Мы это все видели, и обсуждать сейчас не будем, эту гречку, там, бумагу и так далее. Ну, тогда не знаю, насколько уместен вопрос. Есть предприятия, у которых сложились убытки из-за ситуации? Нужно ли кому-то помогать? Помогать, безусловно, нужно. И мы обсуждали этот вопрос, в том числе между нашими участниками, и на сегодняшний день мы пришли к мнению, что помогать нужно в первую очередь покупателям. Стимулировать спрос? Конечно, помогать нужно жителям, и нужно поддержать спрос. Нужно поддержать платежеспособный спрос. Конечно, мы фантазировали о том, что было бы здорово, если бы это касалось всего населения Красноярского края. Однако мы понимаем, что, возможно, это сделать сложно, и я бы предложил выделить так называемые социальные группы пенсионеров, людей с достатком крайне низким, там, может быть, многодетных семей. И для именно этой категории ввел бы понятие продуктовой корзины, в которой бы входил социальный набор продуктов, именно продуктов первой необходимости. Молоко, хлеб, сметана, творог, крупа. И я уверен, что в этой корзине должны быть, безусловно, наши местные продукты. Ну, все, что вы перечислили, вполне может быть... Конечно, и региональное производство. И таким образом мы бы одновременно могли поддержать, с одной стороны, адрес на уязвимые части наших людей, жителей, населения, и в том числе и косвенно поддержать адропроизводство, и через этот спрос поддержать, в том числе, работу перерабатывающих предприятий. Мы продолжим разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь на седьмом канале. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома с семеркой. Сейчас это важно. Мы снова в студии. Гость программы, председатель Координационного совета Ассоциации сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли Красноярского края Игорь Домнин. Енисейский стандарт активно ведет Инстаграм. В период пандемии, я сам неоднократно видел ваши прямые трансляции, насколько востребован этот формат сейчас, и какие, может быть, задачи вы видите, и какие реакции снимаете этим? Да, это так. И это не только Инстаграм. Я бы вообще говорил о обратной связи с покупателями и о постоянном общении с нашими потребителями, с земляками, с жителями. И мы это делали с момента нашего, скажем так, образования, как объединения и организации. И продолжаем это делать сейчас. И хочу отметить, что вот как раз в период пандемии, как вы говорите, или там экономического какого-то кризиса, нужда в таком общении становится больше. То есть прозрачность востребована вот в такие моменты? Востребованы отношения. Востребованы отношения. И если эти отношения предметные, и они касаются рациона питания, продуктов питания, то это вдвойне важно. Это важно для каждого из нас, и поэтому каждый покупатель, каждый потребитель хочет знать, где он может купить правильную еду. И он хочет знать, что эта еда для него будет и продукты доступны, и он хочет знать, что это лучшее предложение для него, на которое он рассчитывает. Причем, что я хочу сказать, здесь не идет разговор о каких-то дорогих продуктах питания, и нельзя делить покупателей, потребителей там на эконом-сегмент, там на премиум-сегмент. То, о чем мы говорим, это нормальная человеческая потребность любого потребителя, вне зависимости от того, какой у него доход. Я считаю, что базовая потребность в нормальной еде, в продуктах питания, которые дают не только калории, но и питательную пищевую ценность, это право каждого гражданина иметь такой рацион. А наша обязанность, как производители... И информацию об этом рационе, да? А наша обязанность, как производители, откликаться на эти запросы, давать достоверную информацию, а самое главное – качественный продукт. Я прекрасно понимаю, что в реальной жизни во многом присутствуют и фальсификаты, какие-то совсем жесткие дискаунтеры, но, во-первых, у меня вызывают большие вопросы такая политика, во-вторых, мы как раз для того и работаем, я имею в виду и Ассоциацию университетский стандарт, чтобы помимо просто дешевой еды дать еще и нормальный продукт. И я вам хочу сказать, что вообще вот это утверждение о том, что, ну, скажем так, натуральные, свежие продукты могут себе позволить только люди состоятельные, это неправда. И я могу привести массу примеров, когда пенсионеры, бабушки, там, готовы тратить последние деньги, лишь бы только купить нормальную сметану, которая по стоимости, там, в полтора-два раза выше, чем сметанный продукт. Это, конечно, колоссальная беда и трагедия, что у бабушки это последние деньги, но то, что она руководствуется прямо определенной, ну, скажем так, системой ценностей, в которой питание очень важно для нее, это во многом так. Это во многом так. Нельзя делить людей на те люди, которые достойны качественной еды, а кто-то якобы не может на это деньги найти, либо там... Это прямо большая социальная проблема. А вы изучали, какой процент людей вот понимает, что такое качественный продукт и что такое суррогаты, будем так называть. Я имею в виду, различают ли они, допустим, какие-то знаки, которые говорят о том, что продукт качественный? Да, конечно, иначе бы наша деятельность не приносила эффекты и результаты для производителей. Как раз мы внедрили систему навигации и систему маркировки на основе системы добровольной сертификации. Это одобренный несильский стандарт, это знак качества, зеленая шишка. Вот сколько людей знают, что это такое? Ну, на сегодняшний день мы проводили социологические замеры, это точно более половины. Ну, это прилично. То есть 60-65% людей Красноярска, они уже информированы об этой системе и ей пользуются, руководствуются. Есть ли, развита ли, и есть ли вообще интернет-торговля в Красноярском крае, что вот последняя ситуация заставила ли посмотреть более тщательно в эту сторону? Что сделано уже, может быть? Интернет-торговля сегодня в тренде. Они много говорят. Более того, в режиме самоизоляции, карантина многие активно стали заниматься, так называемый e-commerce. И стал работать общепит, и стала работать доставка продуктов питания. Понятно, что для многих организаций, в принципе, это единственный способ выживания. Однако этот вид деятельности, вид торговли сильно переоценен. На сегодняшний день электронная торговля и даже доставка не сопоставима с теми объемами продаж, которые имели, например, те же кафе, либо те же магазины в так называемом режиме офлайн. По моим оценкам, это не более 5-7% выручки. Безусловно, этот тренд будет развиваться, но мы его сильно переоцениваем, и не надо думать, что мы посидим на карантине еще полгода, потому что все равно все адаптируются и будут онлайн или дистанционно торговать. Это не так. Есть предприятия, которые отправляли свою продукцию на экспорт, и как на них, может быть, сказался вот этот карантин? Или у нас в крае все на местный рынок на цель? Тема экспорта очень сложная. Я бы сейчас подробнее не обсуждал. Здесь есть несколько моментов. Первое. Мы должны работать на экспорт. И неоднократно уже в СМИ представители власти мы слышим о том, что экспорт нужно развивать. И мы, как производители, с этим согласны. Более того, должен появиться фактически альтернативный экспортный товар. Я имею в виду это качественные продукты, потому что все мы знаем, что происходит на нефтяном рынке. И, очевидно, эксперты сходятся во мнении, что следующей нефтью, как экспортным продуктом, должен быть продукт и должна вообще, в принципе, быть продукция сельского хозяйства. Это правильно, но это очень сложная тема. Она тоже перспективная. И для того, чтобы там уверенно работать и чувствовать, нужно состояться сначала на внутреннем рынке. Поэтому та доля рынка, которую мы занимаем сегодня на своем родном рынке, рынке Краснодарского края, она оставляет желать лучшего. Соответственно, наша задача увеличить товарооборот региональной продукции и выстроить, скажем так, общение с покупателями, с населением. Я сознательно не употребляю слово маркетинг и реклама, потому что считаю, что некое манипулирование общественным мнением и покупательским сознанием в данном случае, а, работает неэффективно, б, является неэтичным, потому что фактически покупатель хочет знать, кто произвел продукцию, какая у него ситуация на предприятии, может ли быть он уверен в качестве. И практика показала, что люди активно различают местных и неместных. И наш регион, регион Краснодарского края, один из немногочисленных регионов, где вот эти местные патриотические настроения присутствуют. Я считаю, это хорошо, я считаю, что это определенный уровень сознательности, потому что локальная или внутренняя экономика – это выгода всех. Измеряли ли вы падение спроса потребительского вот в этот период и ваш прогноз на его восстановление? Опять делим ответ на этот вопрос на две части. Значит, первая часть – это то, что происходит в ситуации карантина, и это экстраординарная ситуация, которая, безусловно, уйдет, но определенные изменения в структуре покупательского поведения и спроса будут. На продукты первой необходимости я не вижу рисков снижения спроса. Другое дело, что покупательская корзина, она изменится. Вот интересно, есть такое экспертное мнение, интересная информация о том, что, например, в молочной категории резко произошло смещение спроса от современных так называемых молочных продуктов, от десертной группы, от лакомств в сторону традиционных продуктов. Это молоко, сметана, кефир. Творог. Творог, да. То есть люди уже думают о каких-то элементарных продуктах, они уже меньше думают об удовольствии, о вкусах, о воздушном нежном лакомстве, и они просто хотят питательный, качественный продукт. Это есть. Что касается выручки розничных магазинов, то опять же здесь, обсуждая ситуацию с карантином, произошло следующее. Выручка в целом упала, то есть трафик и посещение точек упали, но средний чек вырос. Таким образом, сегодня говорить о том, что резко, например, ритейл, либо производитель пострадал от этого, я не могу. Изменилась структура покупки. Изменилась просто структура потребления, изменилась ситуация совершения покупки, люди стали ходить реже, но при этом покупают больше. Что логично. Конечно, что логично, потому что жизнь продолжается, потребности наши в самосохранении питания сохраняются, и, в общем, здесь странно было бы ожидать, что что-то произойдет экстраординарное. Я не говорю о непродовольственных сейчас товаров, там, конечно, ситуация очень драматичная. Игорь Анатольевич, в конце беседы задам личный вопрос. Чему лично вас научил коронавирус? Думать о самодостаточности. Любые потрясения, они помимо рисков, несут жизненный опыт и, я бы сказал, некую мудрость. И самое главное, извлекать правильные выводы и уроки. Я постараюсь, может быть, чуть дольше ответить на ваш вопрос, казалось бы, простой, потому что хочу сказать о самодостаточности человека, о самодостаточности его семьи и о самодостаточности региональной экономики. И меня кризис научил, или, корректнее сказать, еще раз подтвердил идею о том, что нужно думать о локальной экономике, нужно думать о собственном регионе и выстраивать здесь производство, выстраивать здесь прямые отношения с нашими покупателями. Та глобализация, о которой нам постоянно твердили, та всемирная, вот эта вот ВТО, торговля, открытый рынок, по факту при таких кризисах являются в определенной мере неким воздушным замком, который моментально рушится. И вот есть такое понятие, как продовольственная безопасность. Это важный принцип работы у Министерства сельского хозяйства, и как-то со временем это что-ли потеряло определенную актуальность, потому что логистика очень двинулась вперед, потому что вот возможность товарообмена между разными регионами немножко подстерли эту актуальность, но в период, когда закрываются границы, вот эта самодостаточность и продовольственная безопасность, она заиграла новыми красками, и мы реально прочувствовали, что когда здесь у тебя поля, ты здесь выращиваешь корма, здесь же у тебя есть молочное стадо, у этого же предприятия или у партнера есть молочный завод, и здесь же мы живем, то нам думать о дефиците молока, например, или молочных продуктов, ну просто, ну просто бессмысленно. При этом, когда мы понимаем, что у нас, например, есть импортозависимые какие-то категории, там реально становится волнительно за то, что в очередной карантин тебе перекроют межгород, и фуры где-нибудь встанут, а фактически аналогов у нас нет. Поэтому главный вывод – это самодостаточность. И в первую очередь самодостаточность нашей экономики, экономики Краснодарского края и, в принципе, нашего родного государства Российской Федерации. Спасибо вам за ответы. С вами был Артем Руденко. Здоровья вам и всего доброго. До встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова